Требуются переводчики в интернациональном Нью-Йорке. Больше не говорят по-английски. Пауэллом Астралии. Требуются переводчики в интернациональном Нью-Йорке. Больше не говорят по-английски. Каждый третий житель Нью-Йорка говорит не на английском языке, и городские власти приглашают на работу переводчиков, пишет Пауэллом Астралии. Несколько дней назад Скотт Стрингер, контролирующий городские финансы, обратился к властям с просьбой расширить штат переводчиков в судах, которые занимаются делами, связанными с арендой жилья. Местная новость вряд ли могла бы быть интересной, если бы не суть проблемы. В судах Нью-Йорка действительно ничего не понять без переводчика, поскольку уже почти 40% жителей родились за рубежом и 49% не говорят дома по-английски, пишет корреспондент. Официальная статистика потрясает. Всего в городе проживает около 8 миллионов жителей, 37% из которых родились за границей. В 1970 году таковых было всего 18%, за последние 40 лет их число возросло вдвое. Если учесть, что данные датированы 2010 годом и к этому следует добавить нелегалов, то вполне вероятно, что количество горожан, родившихся за рубежом, превышает количество тех, кто появился на свет в Соединенных Штатах, говорится в статье. На первом месте среди иммигрантов оказались выходцы из Доминиканской Республики, за ними следуют родившиеся в Китае, Мексике, Гаяне, Эквадоре, Гаити, Тринидаде, Индии и России. Италия в этой классификации занимает 17 место, Великобритания – 19. Подобная ситуация сказывается и на языке. Всего 51% нью-йоркцев говорят дома на английском. С учетом нелегальных иммигрантов и давности статистического исследования приведенные данные, вероятнее всего, уже изменились и не в пользу английского языка. По данным городских властей, около 2 миллионов жителей вовсе не знают языка. Из них 50,4% говорят только по-испански, 16,5% по-китайски, 6,3% по-русски. Итальянский язык находится на шестом месте, после креольского, французского и корейского. Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости политкорректности. Если всех этих носителей различных, часто враждующих между собой культур не научит каким-то образом избегать взаимных оскорблений и столкновений, большое яблоко может превратиться в неконтролируемое вавилонское столпотворение, заключает автор статьи.